Хлеб всему голова пекарей сел Пёшского куста повысили свою квалификацию. Обучение для производителей хлебобулочных изделий прошло на базе Неской пекарни. Алена Ваучейская расскажет подробнее. На Неской пекарне в самом разгаре подготовка теста для будущих куличей с цукатами. Этот рецепт для практического занятия выбран не случайно. Зачастую на селе православные не могут себе позволить свежий пасхальный пирог. Также в программе курсов выпечка различных сортов хлеба, например, с пророщенным зерном или свёклой. А также кондитерские изделия с различной начинкой и даже изготовление пряников. Людмила Бобрикова на курсы повышения квалификации приехала из соседнего села Омы. Девушка вот уже 10 лет обеспечивает продовольственную безопасность в заполярной глубинке. Говорит, такие курсы, как глоток свежего воздуха. Конечно, мы узнём что-то новое, интересно. И что-то делаем у себя на пекарне, применяем. Людям нравится что-то новое. Многие пекари на селе работают не один год. Однако зачастую приходят в профессию, не имея профильного образования. Например, Любовь Попова из Нижней Пёши. В прошлом швея уже 7 лет постигает разные техники выпекания хлебобулочных и кондитерских изделий. Всегда интересно, мне кажется, учиться чему-то новому. Тем более, что я не профессиональный пекарь. Я пришла в профессию вообще швея четвёртого разряда. И как бы меня уже там научили, на пекарне всему. Но всё знать никак не можешь. И всё равно чему-то новому, допустим, какие-то пряники, куличи. Мы вот такого не делали никогда. А я сюда приехала, и нас здесь научат. Такая профессиональная перезагрузка для сельских пекарей продолжается на протяжении 7 лет. Курсы организованы Окрпотребсоюзом. Обучение проводит Марина Горевских. Руководитель Архангельского кооперативного техникума побывала практически во всех населённых пунктах Неницкого округа. От Усть-Кары до сёл Нижнепечорья. Им интересно работать. Они работают с душой. Они вкладывают в это силы. И их нужно в профессиональном плане подтянуть. Для этого мы проводим курсы, то есть рассказываем, показываем не только теорию, но и практику. Вот сейчас вы застали у нас практический момент. Но у нас ещё и есть и теоретический. Это когда мы обучаем и санитарным правилам. У нас с января этого года новый САНПИН вышел. То есть в нормативной базе их тоже подтягиваем. А это уже сотрудники НИЭСКО и пекарни готовят выпечку для населения. Работают, что говорится, в радость. И условия созданы комфортные. Модульное здание пекарни в НИЭСИ появилось в 2017-м. Тогда же сюда завезли и новое современное оборудование. Например, эта ротационная печь «Иртыш» позволяет за раз выпекать до 100 буханок хлеба. Рабочий день пекарей начинается рано утром. НИЭСЯ не привыкли к тому, что уже в обед можно купить свежую выпечку и хлеб. А ассортимент здесь довольно внушительный. Очень много видов. Более 60 видов. Да, можно испекать. Так что это очень много. Мы их чередуем. Мы, допустим, в понедельник делаем сладкое какое-то. Во вторник мы опять же жилое. Очень любят калитки сейчас у нас. Население все-таки привыкло, наверное, к жилому. И они любят как и свои пирожки, так и наши. В основном они и пироги, и ватрушки. Особенно любят с морожкой. Потому что у нас люди северные, любят нашу ягоду. После четырехдневных курсов пекари Ома и Нижний Пеша отправились в свои населенные пункты, чтобы радовать односельчан оригинальной и вкусной продукцией. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.